Здравствуйте! Эфир «Своего ТВ» продолжает программу «Актуальное интервью». Меня зовут Кристина Алексеева. Сегодня мы вновь поговорим о лете, а именно о том, чем разнообразить свой отдых в июле и в августе. В нашем крае есть все необходимое для получения новых впечатлений о своих планах. На лето расскажет картинная галерея пейзажей художника Кричишкина. В гостях у нас Ксения Ивашута, научный сотрудник филиала. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина, уважаемые зрители! Рада вас вновь видеть всегда. Вы так с вдохновением рассказываете о своей работе, сегодня расскажете о планах. Ну и июнь уже прошел у нас, первый месяц лета. Кстати говоря, он моментально прошел. Не заметили? Незаметно, да. Хотя очень много всего случилось. Такая маленькая жизнь была прожита, но очень быстро все прошло. И, конечно, самое главное событие июня – это был фестиваль, международный полимерный фестиваль на Ставрополье «Гречишкинская весна-2023». В этом году этот фестиваль был юбилейным, десятый по счету. Мы подготовили кое-что для наших зрителей. Мы готовим выставку, которая покажет те места в наших горах, архыз, этюды, очень редко экспонируемые, кести Павла Моисеевича Гречишкина. Это будет такое воспоминание о фестивале, потому что сам фестиваль создавался как дань памяти Павлу Моисеевичу Гречишкину. И его задача была всегда показать Кавказ. И архыз – это одно из главных мест на Кавказе, в которых любят работать художники. И уже имели возможность наши зрители посмотреть на архыз глазами китайских художников, наших гостей из Армении, Белоруссии и разных регионов России. Ну а уже в июле и в августе зрители видят Кавказ Павла Гречишкина. Очень интересно, так насыщенно. Ну а что еще было в июне? Только ли одно вот такое масштабное мероприятие? Может быть, какие-то локальные были? Были 1 июня. Традиционно у нас проходит Международный день защиты детей. И мы всегда с большой радостью проводим детские выставки. В этом году у нас были представлены работы участников большого художественного проекта, посвященного 200-летию со дня рождения Константина Ушинского. Детская школа искусств, учащаяся живописного отделения, подготовили специально к этой большой дате. Серию иллюстраций к сказкам Ушинского. И мы, конечно, были рады принять эту выставку в наших залах. Наш сотрудник даже озвучил сказки Ушинского. Они играли для всех зрителей. И была представлена такая по-настоящему очень теплая, очень солнечная выставка, которую как раз потом впоследствии сменил фестиваль. Очень интересно и здорово, что задействованы разные возрастные категории. Здесь мы говорим не только о старших, еще и о детях. Да, да, да. И, безусловно, дети вместе с родителями приходили на выставку, потому что это, наверное, для маленького художника это невероятно большое событие, когда его произведение представлено в картинной галереи. И осознание того, что приходят разные абсолютно посетители, в том числе и профессиональные художники, и знакомятся, смотрят, восхищаются. Я всегда очень любила детское творчество. Оно очень такое чистое, искреннее, естественное. И это всегда большое количество положительных эмоций, поэтому мы очень любим детские выставки проводить. Удивительно слышать, что в галерее, вот такой известной в нашем крае, выставляются не только, но и экспонируются работы самого художника Гречишкина, но и сегодня могут поучаствовать творческие жители нашего региона, именно маленькие жители. И, наверное, и взрослые тоже вдохновились, как-то посмотрели по-новому на галерее. Конечно, конечно. Ну, у нас всегда была большая любовь к детскому творчеству на протяжении всей истории картины и галереи. Мы всегда тесно сотрудничали со студиями, с детской школой искусств. Это наши большие друзья. Мы, кстати, очень рады, что памятник Павлу Моисеевичу Гречишкину открыли как раз напротив детской школы искусств. И, конечно, вот все дети, они по-своему вот уникальны. Настолько всегда это интересно и не похожа одна выставка на другую. И вот в этом году как раз было очень интересно наблюдать за маленькими посетителями. Мы там еще развернули интерактивную площадку и могли ребята, приходящие на выставку, тоже могли рисовать. То есть там было все предоставлено. И они рисовали как раз под звучание сказок Константина Дмитриевича. И это был такой процесс, в который даже взрослые подключались. То есть это такая очень хорошая семейная история, история детства. Ну, это что касается начала лета, а далее уже была Гречишкинская весна. Может быть, что-то еще было? Да, была Гречишкинская весна. Фестиваль, у нас было открытие фестиваля 9 июня. Итоговая выставка была открыта 18 июня. И проходили на базе этой выставки буквально в минувшую субботу один из участников фестиваля, очень известный художник наш Ставропольский Игорь Борисович Харанько. Он приезжал и провел мастер-класс по пленэрной живописи. Сам выбрал локацию на территории нашего музейного дворика. И те, кто присоединились, они наблюдали за тем, как непосредственно художник работает на пленэре. Он объяснял композиционные приемы, например, работу с цветами, с передачей перспективы, как писать воздух, как писать свет. И, конечно, это всегда очень интересно, потому что ты наблюдаешь за работой действительно профессионального художника, которому, кстати, еще очень интересно всегда была урбанистика. И есть вопрос, возможность задать вопросы интересующие. У нас даже был один участник мастер-класса. Он пришел со своей картиной и просил Игоря Борисовича помочь. Это самодеятельный художник. Игорь Борисович, конечно, тоже объяснял тонкости. Также участвовал еще один потенциальный участник гречишкинской весны, художник Павел Валерьевич Лебедев. Он уже у нас в картиной и галерее был представлен с персональной выставкой. Он в следующем году примет участие в гречишкинском фестивале. И он тоже пришел на мастер-класс и тоже показывал работу над этюдом, как устранять ошибки в написании или там работать с деталями. То есть это всегда очень интересно, особенно если ты никогда не имел отношения к живописи, и это что-то такое вот, как вообще это происходит. И была очень хорошая возможность побывать вот на этой вот такой кухне. Вот вы говорите только о художниках-мужчинах. Есть ли у нас художницы-женщины, наверное, интересный вопрос, которые принимают участие, как-то вот посещают. Конечно, конечно. У нас большое количество женщин-художниц и в фестивале было представлено несколько художниц. Они прям хорошо так распавили. Кстати говоря, всегда можно увидеть, не читая фамилию автора, не зная автора, можно сразу увидеть, написал этюд мужчина или женщина. В этом году у нас было две художницы из Китая, Сунь Сяо и Ху Сяо Юй. Они представители совсем другой школы, и их работы сразу отличаются. И также были две художницы из Крыма, Анна Давыдченко и Малила Писаренко. Из Санкт-Петербурга приезжала художница Анна Владимировна Баженова. Наши Ставропольские тоже были представлены. И из Ростова-на-Дону Ирина Протопопова и Маргарита Мадрисо. Как вы всех запоминаете? Боюсь, я заранее прошу прощения, если я вдруг забыла фамилию, потому что мы только на итоговой выставке с нашей Ставропольской художницей удалось встретиться. Она не была изначально заявлена, но она присоединилась к фестивалю, потому что всегда во время фестиваля проходит большой пленэр в Татарке, на малой родине Павла Моисеевича Гречишкина. И вот, собственно, иногда, конечно, присоединяются к фестивалю. Конечно, мероприятие обширное. Да, да, и это такой праздник живописи на самом деле. Вот представьте себе, в галерее пахло свежей краской, как долго. Когда монтировали эту выставку, тоже очень интересный процесс. Наши посетители, которые приходят в галерею, они тоже могут попасть на тот волшебный момент, когда выставка только готовится. А у нас еще все художники присутствовали на тот момент. Можно было тоже посмотреть. Погрузиться в эту атмосферу. Конечно, это особая, конечно, атмосфера. Спасибо, Ксения, всегда с таким вдохновением. Вы говорите о работе в галерее. Я думаю, через экран нашим зрителям это передается. Ну, а мы продолжаем анонсировать мероприятие, что главное, что интересное. Может быть, кто-то сейчас что-то для себя почерпнет, обязательно придет, посетит. Так вот, у нас остается еще июль, август. Что планируете за эти месяцы успеть сделать? Здесь в период лета это традиционно, когда большие темпы потихонечку утихают в преддверии осени. Здесь у нас большой акцент идет на работу с индивидуальными посетителями. Все, кто хотят попробовать себя в роли художника по субботам и воскресеньям, могут стать участниками мастер-класса на пленэр с Гречишкиным. Это возможно как для обладателей Пушкинской карты, так и для всех желающих. Есть возможность, вообще в чем суть мастер-класса, это художественное копирование картины, этюдов Павла Моисеевича Гречишкина. Здесь предоставляется участникам полная широта действий. То есть они не на определенную заданную тему будут работать, они могут сами выбрать для себя понравившуюся им картину. Наш сотрудник, младши научный сотрудник Андрей Шевцов, он проводит мастер-классы в технике «Сухая пастель». И как раз даже те, кто, например, вообще не умеют рисовать, как они сами о себе всегда говорят, все равно есть очень хорошая возможность действительно уйти с готовой, кстати говоря, прекрасной работой. Вот, поэтому это доступно на протяжении всего лета для наших зрителей. У нас записаны, работают аудиоэкскурсии. То есть если, например, хочется посидеть в тишине самостоятельно, но при этом и узнать о картинах, узнать о художнике, то есть тоже имейте в виду, что в зарубежном зале у нас проходят раз в день аудиоэкскурсии. Собственно, конечно, выставка этюдов, как я уже говорила, будет ждать своего зрителя. И, конечно, музейная жизнь, она очень динамичная, поэтому я рекомендую всем следить за нашими официальным сайтом, где всегда анонсируются все наши мероприятия. И у нас бывает действительно такое, что, может быть, творческие встречи или иные мероприятия, они случаются, даже если ты их не планируешь. Внезапно. Конечно, мы любим внезапность. Поэтому есть возможность, и не упускайте ее, потому что любопытно сейчас. Кстати говоря, период лета – это период школьных лагерей. Я к вам как раз после очередной экскурсии прибыла. Мы специально разработали квест. В чем он заключается? Мы собрали небольшие фрагменты, в большом количестве, правда, от картин Павла Моисеевича Кричишкина, которые входят в постоянную экспозицию. И маленьким зрителям после экскурсии мы предоставляем возможность. Они выбирают по фрагменту, и они должны найти эту картину. Это очень захватывающий процесс наблюдать за этим со стороны. Большое удовольствие, кстати говоря. Они могут объединяться в команды, или могут обращаться за помощью к нам, к сотрудникам. Это всегда очень интересно. А еще это показывает особенности детского восприятия и мышления. И здесь тоже можно иметь в виду, что необязательно для больших школьных групп. Если вы обратитесь к нам, придете в галерею, мы, конечно, тоже предоставим эту возможность. То есть можно даже с детками приходить и поискать? Конечно. На это было бы точно интересно посмотреть со стороны. Всегда ли находят ту самую картину, которая по фрагменту? Ну, в конечном итоге всегда находят. Тут либо мы уже подключаемся, либо это есть помощь товарищей. Тоже общение, дружеское. Конечно, иногда у детей включается соревновательный процесс. Они хотят найти, и само ощущение, что нашел сам, без поддержки взрослого. Это тоже очень важно для них. Конечно, все картины находятся. Очень интересно иногда наблюдать, как ребенок может стоять напротив картины с этим фрагментом, и он все обойдет, но мимо нее пройдет. Они ускользают, потому что живопись, она тоже вот этим очень интересна. Даже мы, поскольку уже достаточно большой период времени лично я работаю, мои коллеги-то еще дольше работают, но мы, тем не менее, иногда находим в картинах то, что не замечали ранее. А что говорить о юном зрителе, который впервые пришел? Конечно, многое ускользает. Да, вот только хотела спросить, Ксения, действительно, ну, то количество картин, которые оставил Павел Моисеевич для того, чтобы они выставлялись в галерее, это, конечно, ограниченное такое количество. И поэтому всегда появляется такой вопрос, как вы находите новые форматы взаимодействия, чтобы привлечь, чтобы удивить, чтобы вот то желание, которое есть у вашего, будем брать, постоянного посетителя, желание приходить вновь, оно не угасало? Да, это очень животрепещущий вопрос, вообще, я думаю, для многих коллег из других музеев. Это, кстати говоря, и было такой большой проблемой, которую я как раз в прошлом году решала в ходе индивидуальной стажировки от благотворительного фонда Владимира Потанина. Моя цель была пообщаться с коллегами, как они, вот имея у нас все в рамках одной персонали, одного жанра и как взаимодействовать со зрителем. И, конечно, здесь стоит активно смотреть, быть в курсе, в курсах тенденций музейной жизни. Огромное количество креативных форм в разных музеях проходит. Тут можно что-то вот для себя отмечать, брать. Честно скажу, что иногда бывает непросто, потому что сам себя ставишь на место зрителя. И вот, что если я вот столько раз был, а что в следующий раз бы мне такого сделать, чтобы мне самому было интересно? И тут нужно себя всегда ставить на место зрителя. И здесь нужно еще понимать, какие целевые аудитории есть у музея. Для семейной аудитории это нужен один тип представления, так скажем, информации. Вот для этой цели как раз мы оборудовали детский зал. И для этого детского зала мы набираем тоже много разного материала. У нас вот, например, в период новогодних праздников мы сочиняли полинерные ароматы. Вот что чувствует, ощущает художник на природе. И там с помощью разных ароматических, скажем так, отдушек тоже пытались сделать, воссоздать, вот как пахнет лук на стрижаменте или сосновый лес в тиберде. То есть нужно понимать, что здесь детская семейная аудитория. Для молодежи очень популярными и востребованными являются именно занятия живописью. Поэтому мастер-класс на пленэрт с Кричишкиным был продуман. Он тоже как бы развивается. Изначально это была просто графика, уголь был основным материалом, расширили, такой апгрейд проходит. А как бы есть большое количество посетителей, которые любят музыку. У нас всегда звучит классическая музыка. И мы ее время от времени обновляем. Нужно уметь раскрывать темы. У нас же живопись представлена по сериям. Это Ставрополье, Кавказ, Байкал, Центральная Россия, Русский Север. Принуждена через музыку. Это без музыки прийти в галерею. Это у нас невозможно. У нас она всегда звучит. Это и концерты проходят, но и всегда фоновая музыка играет. Был случай. Я находилась на первом этаже. К нам пришла пара. И они пошли гулять по экспозиции. А в конце выходила, девушка была в слезах. Я встрепенулась. И сразу говорю, что так она говорит, ваша музыка вывернула мне душу. И я думаю, хорошо или плохо. Потом муж разъяснил, что она была когда-то на Байкале. Это с этим тоже определенная ностальгия связана. И мелодия подошла в этот момент так, что какое-то большое такое погружение. Смотришь на картину, еще вспоминаешь что-то личное свое. И это, конечно, другой опыт. В следующий раз, например, если посетитель вернется, он там может не эту эмоцию испытать, а какую-то другую. То есть здесь всегда нужно вызывать эмоции. Конечно же, эмоции положительные должны быть. Вот радость, творчество, тишина. То есть сбежать, кстати, от города очень хорошо. В галерее. Скрыться в галерее. Скрыться, да. Никто не потревожит. Вот. Так же еще одно направление, по которому вы точно, мы знаем, работаете. Это по Пушкинской карте, что может приходить молодежь, подростки. Вот как, ведется ли работа? Ведется, не прекращается. Вот как только появилась эта инициатива, мы долго думали, как, что это такое новое направление было для всех. Пушкинская карта, она действует в нескольких аспектах. Вы можете просто купить билет в картинную галерею, спокойное посещение. Вы можете приобрести мастер-класс, о котором я уже упоминала. А также есть интерактивная программа «Тайны живописи Гречишкина». В ходе этой программы мы особое внимание уделяем интерактивному взаимодействию. Ну, как это выглядит, например. Можно, находясь на Кавказе, мы собирали в течение определенного количества времени, во время личных поездок, наши музейные друзья и сочувствующие тоже принимали участие. У нас есть небольшая коллекция тех камней и минералов, которые можно встретить в горах. Они же есть и на картинах. Можно в своих руках подержать жиоду из Карачаева, Черкесии, которые можно найти у рек. И в живописи они бывают. И я знаю, что Павел Моисеевич их тоже привозил, потому что есть фотографии его мастерской, где они у него лежат. И можно своими руками это потрогать. Раньше бы ты не обратил на это внимание. А здесь ты смотришь на картину, ты смотришь на горы, которые из этого состоят. И в руках ты это держишь. И видишь, какие оттенки. Природа очень интересна в плане своих оттенков и цветов. Здесь вот в живописи, так же, как и в музыке, есть свой слух. Менее видеть колорит, оттенки. И мы стараемся во время этой интерактивной программы натолкнуть зрителя на это. И вот как бы каждый раз мы смотрим тоже из точки зрения психологии, когда ты видишь, кто перед тобой из зрителей, и ты понимаешь, на чём сделает нужный акцент. Ну, это очень хорошо работает с детьми. И когда ты говоришь о полюнерии, и вдруг у них загораются глаза, ты понимаешь, что нужно больше об этом говорить. Вот. Ну и так считаю. Такой индивидуальный подход у вас к посетителям. Да, да, да. Потому что нужно вот на это реагировать, стараться никогда не упускать это из виду. Ну, иметь в виду, когда будет разработка дальше музейных продуктов. Какие планы ставите себе в целом на оставшиеся месяцы 23-го года? Ставите ли? На оставшийся 23-й год? Ну, конечно, впереди нас ждёт осенью снова открытие музыкального сезона. Музыки всегда традиционно много в картины галереи. Это, конечно же, мы хотим разработать ещё тематические экскурсии, которые охватят русский север. Произведение Гречишкино – это совсем другая от нас природа, другая от нас культура. И нужно посмотреть, как преподнести нашим южным зрителям это. А также у нас, конечно, всегда традиционно «Ночь искусств», которые проходят в начале ноября. Я пока не буду давать таких прям спойлеров, потому что это всё ещё на уровне таких предварительных разговоров и размышлений. Но, конечно, это будет связано с творчеством и связано с художниками. 11 декабря всегда проходит Международный день ГОР. И мы планируем вместе с Игорем Борисовичем Харанько тоже провести мастер-класс, выставку. Но это ещё в планах. Будем смотреть, как всё будет дальше развиваться. Сейчас, летом, помимо работы с посетителем, мы, как музейные сотрудники, очень много занимаемся той работой, которая не будет видна зрителю. Это, конечно, работа с фондами музея-заповедника, забота, так сказать, о коллекции, приводить всё в порядок согласно планам. А, собственно, вот как-то так. Работа ведётся, конечно, не останавливается в любое время года, в любой сезон. Да, всё верно. Спасибо, Ксения, за визит в нашу студию. Спасибо большое. Спасибо за интересные анонсы. Я думаю, что даже если останутся вопросы, наши зрители посмотрят на сайте, позвонят и точно посетят. Конечно. До новых встреч. До свидания. У нас в гостях сегодня была Ксения Ивашута, научный сотрудник картинной галереи и пейзажей художника Кричишкина. Поговорили мы о летних мероприятиях и о планах на оставшиеся месяцы 2023 года. Ну а вы смотрели актуальное интервью. С вами была Кристина Алексеева. Не переключайтесь и оставайтесь на своём. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»